всем привет с вами про геймер в этом видеоролике расскажу как сделать тень объекту фотошопе с нуля но перед началом видеоролика будет небольшая рекламка ну а если вам нужен хороший качественный дизайн то рекомендую свою группу в контакте в которой вы можете заказать превью баннер аватарку логотип и мой личный gfx пак тут достаточно много красивых работ можете посмотреть ну а все ссылочки будут в описании переходите подписывайтесь и заказывайте дизайн но мы начинаем сам видеоролик переходим photoshop у меня есть фон и изображение машины то есть машина будет как объект под который мы будем добавлять тень давайте поставим ее вот примерно так нашим control плюс английская буква т это свободное трансформирование то есть вот мы уменьшаем примерно вот до такого размера можно даже еще чуть-чуть меньше будет вот видите если посмотреть пропорции всего этого дела то автомобиль кажется каким-то большим вот примерно так уже лучше смотрится он согласитесь со стороны нереалистично как будто мы его просто закинули вырезку то есть нам необходимо сейчас вписать и по цветам потому что фон и автомобиль разных цветов и и разной яркости вот всего этого давайте создадим новый слой создали новый слой и на этом слое мы сейчас будем добавлять тень покажу вам самый простой способ то есть это базовый уровень тени то есть есть еще множество других способов как ее добавить но я вам покажу самый простой так как вы новички дальше все если вы будете наблюдать за моим каналом вы будете смотреть больше других способов соответственно увидите делаем примерно вот такой вот овальную область вот выполняем заливку в черном цвете вот сюда черный цвет делаем так заливку сделали давайте отменим выделением правой кнопкой мыши отменить выделение что нам теперь нужно сделать давайте перейдем фильтр вот у нас есть фильтр по центру нажмем размытие по гауссу и сделаем 5 пикселей разумите по гауссу на 5 пикселей вот мы можем проследить как было и как стало стало конечно уже больше что-то похожее на тень давайте-ка сделаем еще размытие в движении это придаст свой эффект какой-нибудь такой интересный вот дальше мы можем теперь сразу же сделать угол и затем смещение угол я сделаю на минус 15 вот принципе такого угла будет достаточно можно сделать также на просто 15 угол без разницы как вам удобнее все равно буду корректировать размер смещение также делайте под себя вот я немножко смещение сделал слишком сильная то есть надо опять вернуться на control плюс английская буква z отменить действие то есть чтобы по новой выбрать настройки я выберу приблизительно можно 70 пикселей выбрать этого вы даже 80 этого будет достаточно для вот данных размеров это все делается опять же в зависимости от размера зажатым контролом мы дергаем за вот эти вот квадратики по краям которые у нас зажатым контролом чтобы немножко их сместить то есть расположить тень сделать его более реалистичнее вот делаю я примерно вот так вот вытяну этот уголок то есть чтобы подчеркнуть все детали и еще один уголок немножко вот сюда вот поправлю опять же можно профессиональный уровень и остановки теней это когда уже есть источник света и вы под этот источник света подстраивайте тень тут же просто обычный базовый уровень чтобы вам показать вот чтобы вы примерно понимали как с этим хотя бы работать с базовыми тенями дальше мы делаем также фотофильтр на 51 процент в тот цвет который вам нужен для того чтобы все по цветам гармонично сочеталось и теперь смотрите как выглядит тенью и как без нее вот согласитесь тенью выглядит ну намного лучше намного реалистичнее видно что как бы это уже фон исходный то есть какой-то карте сфотографированные ну или что-то в этом плане вот надеюсь в этом видеоролике вы узнали для себя что-то новое ну на этом все с вами был про геймер всем пока а